Первое поручение президента, которое в день своего назначения получил новый глава областной администрации Борис Петров, касалось ремонта здания школы в поселке Кушугум. Зданию присвоена четвертая степень аварийности. Прогнили деревянные перекрытия, они требуют немедленной замены. Не дожидаясь понедельника, в минувшие выходные представители областной власти выехали в Кушугум. Построенная в 1952 году, эта школа ни разу капитально не ремонтировалась. Сегодня здесь обучается порядка 630 детей. Это не просто учебное заведение в Кушугуме, утверждают здешние педагоги. Это центр культуры. Раньше здесь работали различные кружки. Свой досуг здесь проводили старшеклассники. У нас и дискотека было много, и в основном у нас постоянно были кружки, там, картинги у нас были, то есть были кружки, там, труда разные, было очень. А сейчас закрыли, как бы, и много чего немало. Автоделы закрыли тоже. Да, хотелось бы. Права получили нормально, а сейчас надо много платить за них. Сегодня школе присвоена четвертая степень аварийности. Второй этаж перекрыт. Дети учатся в три смены. Но проблему это не решает. Ведь перекрытие между этажами безнадежно прогнили. Такая самая будова в России, она же завалилась. Не дай Боже, чтобы это было лучше. У нас, и поэтому мы забыли тревогу. Увидев на одном из центральных каналов сюжет об аварийном состоянии этой школы, президент сразу же позвонил новому главе областной государственной администрации Борису Петрову. На рабочем совещании Борис Петров подтвердил эту информацию. У нас есть на сегодня поручение Виктора Федоровича. В общем-то, это первое поручение, которое получил я уже после представления главы администрации. Естественно, я сделаю все, чтобы его выполнить. Сегодня я должен доложить президенту, о чем мы с вами говорили. Это помещение требует, понятно, серьезного создания, серьезного обследования, серьезных институтов, проектных, которые должны сделать проект и предложить, что делать с этим зданием. В заключении специалистов на ремонт перекрытия необходимо 1 миллион 200 тысяч. А чтобы полностью капитально отремонтировать это двухэтажное здание, необходимо порядка 5 миллионов бюджетных средств. Понятно, что деньги на счет завтра не поступят. Поэтому губернатор обратился к присутствующим с предложением помочь. Время на разговоры закончилось, необходимо действовать. Необходим срочный демонтаж прогнивших перекрытий. Депутат городского совета, президент благотворительного фонда «Патриот Запорожья» Евгений Черняк сказал, что уже завтра фонд «Патриот Запорожья» перечислит на ремонт школы 100 тысяч гривен. Фонд и раньше уже помогал этой школе. В 2007 году здесь установили пластиковые окна на сумму 160 тысяч гривен. Когда речь идет о здоровье детей, «Патриот Запорожья» уделяет этому первостепенное внимание. Поэтому мы тут. Для того, чтобы работать начать в течение недели, нужно... А, это 100 тысяч гривен для того, чтобы подрядчик мог начать работать. Чтобы мгновенно начать работать. Да, в этом смысле. Потому что вы знаете, там есть система тендерных закупок и так далее, очень тяжелая, которая точно не будет способствовать скорости ремонта этой школы. Поэтому мы выделяем эти деньги уже в понедельник, чтобы подрядчик закупил оборудование и мгновенно приступил к работе. А дальше включится бюджет. В ходе этого рабочего совещания была четко озвучена схема поэтапного ремонта школы. Заместитель губернатора Геннадий Фукс рассказал, каким образом будет осуществляться финансирование. У школы «Интеллект», чей возраст подошел к неутешительной отметке 58 лет, похоже, появился реальный шанс на второе рождение.